так друзья сегодня воскресенье 28 июля и мы сегодня стоим так в замечательном городе канзас-сити где у нас приютила прекрасная женщина лора на своем великолепном драйвее вот ее дом вот ее гараж вот она разрешила нам припарковаться параллельно своем гаражу то есть она им не будет пользоваться просто ставит машину рядом вот и она все нам дала электричество и воду это все бесплатно а довольно таки замечательный человек и если еще учесть тот факт что вот это вот ее недвижимость она стоит примерно полтора миллиона долларов то есть довольно обеспеченный человек и тем не менее готова поделиться своим до своей добротой и приютить таких вот как мы из китайцев по всей америке сегодня план у меня проехаться на велике по канзас-сити которые находятся в миссури не путать с другим одноименным городом канзас-сити который находится по другую сторону миссури уже в штате канзас самое удивительное что эти города друг другу не имеют никакого отношения и вот этот город канзас был основан 1853 году еще намного раньше до того как появился другой канзас и штат тогда даже штата не было канзас не было такого названия когда появился вот вот этот город 1853 году так что по коням и погнали посмотрим сегодня воскресенье трафика не должно быть конечно немножко жарковато но слава богу есть какие-то тучки поэтому я облился водой должно быть более менее нормально хотя бы какое-то время так что увидимся в городе это вот перед нами только что были мужики переодетые в баб на каблуках круто чего тут только не увидишь в этом канзас-сити вот они идут дальше вот примерно одну минуту одно место нашего стоянки вот есть мост откуда вот прекрасный вид на канзас-сити открывается на даунтаун мы заехали на небольшой холм и отсюда видно довольно таки хорошо часть города вот короче идет поезд канзас-сити является полу второе место в америке занимает по количеству транспортировки по железной дороге всяких товаров так что здесь огромное количество проходит через этот город поездов а это вот вид уже немножко с другого ракурса на то же самое место вот поезд идет медленно-медленно везет кучу вагонов с той стороны вот видно такие вот старые дома очень уже убитые временем чуть ли не как заброшенные все вот это вот часть города походу уже никому не нужна и никто и не планирует заниматься но мизури да действительно входит в число наверное в пятерку самых беднейших штатов америки и здесь очень много криминала по моему из самых больших городов америки он на 18 месте находится правда не помню за какой год это статистика ну вот он в двадцатку самых криминальных городов америки больших ходит ну сейчас вот поедем посмотрим на другую часть города может она нам лучше понравится канзас сити довольно таки историческое место с большой богатой историей вот так что увидим что это себя представляет на сегодняшний день вот мы сейчас заехали в один из парков канзас сити где установлено скульптура люису и кларку и некоторым членам его экспедиции которые по 1803 году в рамках коммерческой экспедиции после лузианской покупки когда сша купила у франции огромное количество территорий примерно 20 процентов от нынешние вот и это была экспедиция снаряжена правительством для того чтобы они так сказать просмотрели новые территории америки нашли пути на запад коммерческие что собственно сделали вот люис и кларк его экспедиции они примерно год шли по руслу реки миссури но и другим рекам вспомнили там же им индейцы помогали местные племена всякие и примерно вот за год они вышли к тихому океану так что такая довольно таки известна и значимая в истории сша события и в этих местах вот этих людей довольно таки чтят и устанавливают им памятники ну а сам парк конечно довольно таки грязные убитый разбросывать всякие кирпичи его в мусор валяется ник никому местным жителям он по сути не нужен так кое-где бегают атлеты туда-сюда куча мусора хотя мусор мусорок везде полно но люди не могут донести свой мусор и выкинуть мусорку им легче прям бросать это все под ноги местным время от времени чувствуется запах конопли вот они тут все курят и все остальное хотя виды здесь очень хорошие до контингент людей здесь довольно таки особенный подъехал ближе к реке миссури здесь идет стройка очередного моста скоростной автомагистрали непонятно когда она началась и когда она закончится здесь очередной поезд товарняк везет очередной груз такая вот промышленная зона какая-то вот здесь мы сейчас поедем дальше город найдем получше места вообще непонятно какую-то мусорку приехал свалка вы кайфа по краям то там там палатки стоят люди тут живут а вот они живут где живет бро вот под мостом живут люди а это вот их исторический city market который был основан 1857 году практически спустя несколько лет после основания города этого подносите но сейчас он ничего особенного не представляет из себя просто люди продают здесь всякие шерпотреб может так чисто проект ну цветы здесь продают в принципе цветы хорошие здесь покупают ну и всякие там вещи разные короче ничего особенного едем дальше с другой стороны здесь не только вещи продают но еще овощи и фрукты короче полноценный базар и вон отлично видно город отсюда вот и 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 еще конца сити называют городом фонтанов потому что здесь самое большое количество вернее второе в мире место по количеству фонтанов на душе населения как и ожидалось даунтаун пустой вообще воскресенье никого нет и 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 сзади меня центральный? железнодорожный вокзал города канцасс-кити вот как он выглядит он был открыт 1914 году вот им так что ему больше 100 лет наибольшее развитие он получил во время первой мировой войны был очень крупный железнодорожный узел здесь на пике 270 поездов за сутки здесь проходила и самая большая загрузка этого вокзала была в сорок пятом году после того как закончилась 2 мировой война война и американцы масса возвращались домой это была такая перевалочная станция почти 700 тысяч человек прошло через этот вокзал после окончания второй мировой войны короткий промежуток времени а он был сделан еще таком по французском стиле популярный тогда 1800 1900 годах а с другой стороны него памятник такой большой мемориальный комплекс памяти жертв первой мировой войны я хочу как раз туда съездить посмотреть вот как он выглядит внутри железнодорожный вокзал есть такие музейные экземпляры вокзал как вокзал вот большой объемный массивный по моему девяносто шестом году была реконструкция вот его так что он относительно свеженький всякие гип-шопы всякие маленькие ресторанчики в связи с развитием воздушного транспорта ж.д. перевозки пассажирские стали практически умирать в америке поэтому былые времена уже прошли вот поэтому он такой такой пустой сейчас железной дорогой сейчас мало кто пользуется поэтому вот эти масштабные строения сейчас стоят практически пустые когда-то здесь все было забито людьми это все внутри ж.д. станции у них есть такая вот железная дорога игрушечная это типа как музей все время по нему катаются всякие поезда и тут всякие исторические события посвященная этой станцией железнодорожной. Для детей, когда-то мечтал о своей железной дороге. Если бы я сюда попал в детстве, я бы, наверное, был впечатлен. Вот мы и доехали на самый большой холм здесь, в городе, который возгушается прямо над всем городом. Он посвящен Первой мировой войне. Вот этот обелиск, это мемориальный комплекс большой. Там есть лифт наверх, обзорочная площадка, как велик упал. И также есть еще вниз музей. 6 долларов стоит подняться наверх. По-моему, что в районе 20 долларов посмотреть весь этот комплекс, который внизу под землей. А вот вид. Видно город. Да, город прям на ладони очень красивый. А вот это вот железнодорожный вокзал, на котором мы были. Играет музыка. Играет музыка. этот парк называется кафман легаси парк довольно таки приятное место на велике при поездить и так походить пешком чистенько все убрано аккуратненько травка подстрижена так что неплохое место и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выглядит масштабненько DimaTorzok 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 там. Как говорится, им видней здесь. Как людям нужно жить там. Вот мы возвращаемся в город. Субтитры сделал DimaTorzok Такие здесь есть уличные мужика. Субтитры сделал DimaTorzok Это мы приехали на City Hall. Главное здание Kansas City. Конечно, вот это здание и прилегающая к нему площадь довольно в ужасном состоянии. Здесь лежат люди бездомные всякие. Куча мусора валяется. А вот это вот самое главное здание Kansas City. Вот City Hall. Здесь прикольный, правда, фонтанчик есть. Ну, вернее, не фонтан, а... Типа такое озеро небольшое. Можно проехаться по нему. Прикольно. Если не обращать внимание на мусор и людей, которые здесь обитают, то в принципе нормально. Издалека, конечно, Kansas City смотрится довольно-таки неплохо. А вот мы и приехали на их самую главную центральную библиотеку. Самое приключательное здесь в том, что ее экстерьер выполнен в виде книг, которые стоят на полках. Очень классно сделано. Очень идейно. Я такое ни разу в жизни не видел. Вот сейчас, если подойти, попытаться чуть ближе. Вот сейчас мы попробуем подойти ближе и посмотреть. Да, вид классный действительно. Блин, так идейно. Круто сделано. Но есть, конечно, и ложка дегтя в этом всем, так как это вот здесь постелен искусственный газон, ну, искусственная трава. Но, тем не менее, люди ленятся. И здесь очень много собачьих фекалий здесь разбросано. Хотя люди, специально для людей сделаны специальные кулечки здесь висят для того, чтобы выбирать за животных. Но, видно, этим людям вообще как бы наплевать на это все дело. Но если на это не обращать внимания, то, в принципе, довольно-таки ничего. Издалека все смотрится намного лучше, чем когда идешь и видишь это все на свои глаза, всякие мелочи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!